Сегодня я заявила такую тему, как пробудить, прокачать, не знаю, пнуть себя и свой бизнес. Почему такая тема? Потому что, конечно же, после Нового года, вот этих всех замечательных праздников, я знаю, что очень многие уходят в состояние спячки, кто-то планирует, да, как говорит моя подруга, все планируют ставить себе цели на следующий год, и когда наступает этот год, то все ждут, что сейчас это все начнет происходить. Но происходить все обязательно начнет при одном маленьком условии, если мы с вами будем к этому готовы. И сегодня мне бы хотелось поднять денежную тему, тему бизнеса, тему активности, потому что, несмотря на то, что я занимаюсь как раз тем, что помогаю людям, объясняю, учу, не знаю, пробуждаю, как с помощью именно своего мозга, сил своего разума активизировать и создавать, в общем-то, свою реальность, активизировать, ну, можно сказать, свою успешную энергию, как, управляя этим, создавать ту жизнь, которую ты хочешь. Но многие люди, когда об этом слышат, все-таки, простите уж, ленивый мозг или наш обманщик, который живет в нашей голове, пытаются создать такую иллюзию, поверить в то, что можно только сидеть и думать, вот, и больше ничего не делать. Но вы должны понимать, что, знаете, вот как устроено наше тело, да, мы с вами посылаем импульс в головной мозг, который активизирует вот какой-то там наш палец. Нам кажется, как будто бы мы сами управляем этой рукой, но если у нас с вами стерто-стерто какие-то моменты будут в спинном мозге проблемы, мы не сможем сошевелить конечности. Так вот, точно такая же история и у нас в жизни. Для того, чтобы мы с вами могли достичь любой цели, которую мы перед собой ставим, нам необходимо две составляющие. Первое, нам необходимо настроить свой мозг на это, нам необходимо себя запрограммировать, создать себе некий запрос, и второе, нам необходимо приложить некое физическое действие, усилие. И вот в зависимости от того, как мы настроим свой мозг, наше действие физическое будет либо достаточно легким, знаете, инерционным, когда ты как бросил шарик, и он катится, либо же нам придется, значит, с огромными усилиями бросать этот шарик, бежать, направлять его в нужную сторону 25 тысяч раз. Вот в этом и заключается менеджер. Когда наш мозг правильно работает, когда мы умеем себя программировать, тогда нам гораздо легче совершать действие, но действие необходимо совершать. Я хочу, чтобы вы вот этот момент очень классно уловили. У меня не было вообще ни дня, никаких, никакого выходного, ни дня перерыва, и это классно, потому что, честно говоря, мне не нужно пробуждаться, я нахожусь в этом пробужденном состоянии, но напишите, пожалуйста, у кого такая проблема есть. У меня есть проблема того, что мне кажется, что у меня скриво стоит штатив, и меня прямо из-за этого все удоражит. Видимо, мой перфекционизм дает о себе знать. Если есть такая проблема, напишите, по крайней мере, я увижу среди тех, кто есть в эфире, а не тех, кто смотрел в записи. А я вам немножечко хочу на эту тему рассказать. Значит, часто сталкиваюсь с таким вопросом и запросом, что не могу себя заставить, не могу себя замотивировать, не могу, не могу, не могу, не могу. Это для меня странная штука, но я вам хочу сказать, что не могу – это такая же привычка, как и могу. Это точно так же, как вставать утром рано или не вставать. То есть нами вообще человек состоит из привычек. Давайте из таких простых вещей. Человек состоит из привычек. Наши привычки формируются в нашем головном мозге. И если мы их умеем классно формировать с помощью своей силы воли, у нас с вами создается некая иллюзия дисциплины в том или ином варианте. Причем у нас дисциплина может быть как хреновенькая, так и классная. Не тешьте себя иллюзиями, пожалуйста, по поводу того, что есть какие-то очень гениальные, классные, правильные люди, или там, а все остальные плохие. На самом деле у всех одна и та же проблематика абсолютно во всем. Просто кто-то склоняется к тому, чтобы идти в одну сторону, а кто-то в другую. Все. То есть когда вы говорите о том, что у вас не получается, у вас недостаточно, у вас какой-то не такой породы, это все фигня. То есть это абсолютно просто ваше такое решение, ваше банальное лень. И если вы хотите что-то в этой жизни изменить, то вы либо будете это делать, либо нет. Объясню. Дело в том, что когда человек говорит, что у него недостаточно мотивации, уговорите меня, подскажите, я не знаю, как делать. Это говорит только об одном, вам это не надо. Ну то есть вот если у вас в принципе есть вопрос, как мне найти мотивацию, это говорит о том, что вам сейчас не надо. Потому что вот смотрите, например, вы лежите на диване прямо сейчас, и вы говорите, Оль, помоги мне мотивацию, например, найти, встать с дивана. Ну правда, мне очень сложно найти мотивацию, но я лежу. Но если я, например, сейчас начну сверху над вами лить ледяную воду, у вас появится мотивация встать с дивана, или вы будете по-прежнему лежать? Если я сейчас буду у вас раз в минуту бить утюгом, у вас появится мотивация встать? Ну типа, конечно появится. Вы не будете продолжать и говорить, нет, это недостаточно сильная для меня мотивация. То есть когда с вами будет что-то происходить, у вас появится мотивация. Потому что вы не будете хотеть, чтобы я вас била или обливала водой. И это, кстати, касается не только плохих вещей. Я могу вам давать каждый час торт, съедать. Ну и говорить, вот тебе. И у вас тоже появится мотивация встать, потому что вы не будете хотеть есть. Или если вы захотите писать или какать, у вас тоже появится мотивация встать с дивана. То есть получается, что когда мотивация для вас значимая, вы встаете и идете. А все остальное это ваши прибалутки. Поэтому давайте такой первый момент очень важный. Когда вы говорите о том, что я не знаю, как раскачаться, значит первая история про то, что вам тупо не надо. Вы просто признаете. Вы знаете, есть такие классные тренеры, коучи, наставники, не знаю, как назвать этих прекрасных, гениальных людей, которые там говорят, что вот все надо, найдите в себе. Я вот не из этих людей. Я вот из честных, я вам говорю, что вот в тот момент, когда вам понадобятся реальные перемены, когда вот реально вас прищемят, как я это говорю, яички прищемят дверями, тогда вы точно начнете действовать. Ну это как бы первый момент. И вот следующий вопрос уже, насколько классно и эффективно вы будете действовать. Это вот знаете, как можно умеючи, можно не умеючи. Можно приготовить что-то, зная, или добраться по какому-то маршруту короткому, а можно по длинному. Я про короткие маршруты. Я не расскажу вам, где взять мотивацию. Ждите, пока вам прищемят яички. У женщин тоже яички есть, кстати, как показывает опыт, причем гораздо чаще и больше, чем у мужчин. Вот, они их себе щемят. Если у вас типа все ок, то вы будете находиться в той точке Ж, в которой вы находитесь, и вам будет это нормально. И так предположим, что вы все-таки из тех людей, которые нашли мотивацию. Ну то есть что-то произошло в вашей жизни. Кто-то встретился на вашем пути, кто заставил вас меняться. Я, кстати, вот такой человек, я всегда встречаюсь на пути людей. Вот знаете, как, не знаю, счастье или проклятие, но я заставляю людей меняться. Причем я не то, чтобы заставляю силой, но человек, глядя постоянно на меня, начинает себя, значит, там, клевать, шнырять. По-разному у каждого это происходит, но люди начинают это делать. Поэтому бойтесь, что я постретилась с вам, потому что ваша жизнь не будет прежней, вам придется ее улучшать. Можете отключаться, кому эта новость не очень понравилась. Итак, соответственно, переходим ко второму варианту. Вы понимаете, что, блин, у вас есть какая-то мотивация. То есть вас задолбала ваша жизнь, вы банально завидуете своей подружке, вы хотите куда-то уехать путешествовать, вы хотите жить по-другому. Короче, вы что-то решили. Не знаю, вы хотите доказать своему бывшему мужу, будущему парню, собаке, маме или кому-то еще, что вы другая или другой. И вы хотите жить иначе. Вы уже понимаете. И вот предположим, что вы задаете мне вопрос, блин, Оля, какой короткий путь, что делать? Значит, давайте сначала расскажу две ключевые плоскости. Я уже о них начала говорить, давайте о них обсудим. Значит, есть такие замечательные люди, которых большинство, они говорят, да, я понимаю, я очень сильно хочу что-то поменять в своей жизни, я хочу зарабатывать больше, я хочу, но жизнь такая боль. Это так тяжело. И человек, делая какое-то усилие, говорит, ладно, я сделаю это. Он каждый день ноет. Он говорит, боже, зачем я это сделал? Ну вот-вот все из-за тебя, ну для чего? Ну мне так это тяжело, у меня и так столько долгов, почему я это делаю? И человек все время продолжает ныть. Значит, что происходит на энергетическом уровне? Давайте теперь в параллельную реальность, которой я занимаюсь. Там, где magic. Значит, у нас есть такая классная штука, значит, есть наша Вселенная. Ну, представьте себе, вы человечек, а есть Вселенная. Если сравнивать, что такое Вселенная, что такое человек, представьте себе океан. И представьте себе, из океана мы с вами вот Coca-Cola черпнули. Ну, не Coca-Cola, а такого же океана. Вы понимаете, да? Вы есть такая же часть Вселенной. И у вас есть энергия. Вот, значит, все, что мы говорим, на самом деле не имеет никакого значения. Вот те слова, которые вы произносите ровным счетом, не имеют вообще никакого значения. Имеет значение только то, какая эмоция скрывается под этими словами. Ну то есть, вот многие говорят, боже, матерные слова, не говори там слово блядь, не говори матерное слово. Но если вы кончаете и кричите блядь, говорите его сколько хотите. Энергия будет совершенно другая. Так вот, ну я такие примеры привожу, да, чтобы вам всем было понятно. Давайте без вот этих вот всех сложностей будем называть вещи своими именами. Поэтому вопрос только в том, какая энергия и эмоция следуют за тем, что вы говорите. Почему? Потому что Вселенная не разбирает слов, она не в курсе, что так много языков существует, ей это не надо. У нее есть одна, как бы один язык общий. Это то, что мы чувствуем, да, это то, почему не зная языка, вы можете заниматься сексом с человеком любой национальности, и вам будет или ок, или не очень, да. То есть неважно, знаете вы язык или нет, вот этот язык тела, давайте надеемся вот так, язык любви, как хотите, он всем понятен. Так вот, решающим фактором является то, что вы ощущаете и чувствуете. И вот когда вы ощущаете какую-то эмоцию, это называется вибрация энергии. Она есть, так если по шкале посмотреть, двух уровней, все вообще так банально и просто. Есть высокие вибрации и эмоции, есть низкие. Высокие – это все, что связано с удовольствием, кайфом и счастьем. А низкие, соответственно, это все, что связано с завистью, стрессом, негативом. И вот в чем фишка. Исходя из того, что мы с вами чувствуем, мы с вами притягиваем ситуацию обстоятельства с таким же знаком. То есть, когда вы кого-то ненавидите, на кого-то злитесь, вы злитесь на кого-то, считая себя хорошим человеком, обсуждая плохого того человека, он плохой, не вы. Но вы испытываете негативные эмоции и притягиваете в свою жизнь все ситуации со знаком минус. Из серии «Пришла беда, открывай ворота». Вот это потом говорят, беда одна не ходит. Это не беда одна не ходит. Это вы льете из себя желчь и ваше говнишко, вместо того, чтобы сходить на унитаз, и вы притягиваете это все в свою жизнь. Поэтому давайте с вами уясним и запомним одно очень классное правило. Нам не выгодно на кого-то злиться. Тупо не выгодно. Нам не выгодно кому-то завидовать, нам не выгодно кого-то ругать, нам не выгодно по отношению к кому-то испытывать негативную эмоцию. Почему? Потому что она принадлежит нам. Я называю эту технику слоненок. Знаете, когда слоненок поднимает хобот и, не знаю, там льет, он льет на себя. Вот представьте, что вы слоненок, когда вы будете какую-то негативную эмоцию испытывать, что сейчас это польется на вас. И вовремя закройте, пожалуйста, свой нос и подумайте, нахрен оно мне надо. Зачем? Зачем я сейчас буду злиться? Зачем я сейчас буду кому-то что-то доказывать? Зачем я буду вообще в этом все встревать? Идите в другое стойло. Просто. Не так просто, как я сейчас об этом говорю, но когда мы начинаем тренироваться на рерайтере жизни, на моих парафонах, мы, в общем-то, с этим с вами достаточно легко справляемся. Соответственно, что удивительно? Удивительно то, что нам классно с вами и очень выгодно. Ну, давайте будем с вами эгоистами. Вы знаете, люди говорят, надо думать про мир, не надо, думайте про себя. Сильно проще. Вы должны понять, что когда вы видите счастливого человека с вашей подругой, которая безусловно не такая красивая, как вы, не такая классная, не такая умная, да, пора с этим смириться. Она действительно не такая клевая, как вы, но ее парень подарил ей автомобиль. Или мужчина, может быть, даже вашей мечты, сделал ей предложение. Выгодно за нее радоваться. Страшно выгодно за нее радоваться. И испытывать искреннюю радость. Потому что в этом случае вы, как тот же слоненок, начинаете эту радость слить на себя. И на вас слетаются все события, ситуации, обстоятельства, которые несут значок радость. И вы притягиваете в свою жизнь массу всего классного и позитивного. И вот с этим нужно пожить и смириться. Что вам выгодно испытывать крутые эмоции. И выгодно быть искренней, радоваться за свою подругу, а не злиться на нее. Вот это такая, знаете, вот поэтому выгодно, когда вы видите, что чужой девушке только что подарили кучу роз. Или она купила себе сумку Шанель. Или что-то в ее жизни произошло супер классное, вообще в жизни людей, которые ездят на тех машинах, на которых вы не ездите. Вы едете такой маршрутки и начинаете радоваться, что, блин, у этих людей есть такие классные тачки. И у меня тоже такие обязательно будут. Вы прям искренне начинаете это ощущать. Вот эта удивительная штука, она вас включает. Зачем я вам рассказала все эти замечательные примеры? А не для того, чтобы вы ходили всем и радовались, хотя это тоже можно, а для того, чтобы вы осознали. Миром правят эмоции. Эмоции. И когда вы начинаете даже, вот я говорила, вы такое говорите, я работаю, так тяжело, я много работаю, я на износ работаю, я же не боюсь работы. Вот, и я зарабатываю, у меня получается. Ну почему так тяжело? Потому что вы страдаете. Потому что вы делаете так, как я вожу машину, вы одновременно жмете на газ и на тормоз. Я вожу машину двумя ногами. Я вот так вожу, но мне никто не верит, все думают, что я вот так вожу. Так вот, мы одновременно жмем на газ и на тормоз. Мы берем и с одной стороны прикладываем большое количество усилий, но при этом постоянно говорим о том, как нам сложно, как нам тяжело. Находим какие-то вещи, чтобы нас пожалели, да, приходим и говорим, конечно, знаешь, как это тяжело достается. Вот знаете, я не знаю, как у вас, у меня мама делала такую замечательную вещь, в кавычках, в детстве. Она, например, покупала мне то, что я хочу, что-то дорогое, дарила подарок, но при этом она мне еще полгода рассказывала о том, как тяжело это ей далось. Какая я неблагодарная в тот момент, когда я реагировала на какие-то вещи и не так, как маме бы хотелось, да, там, была не настолько приветливая, неблагодарная. В общем, была не такая, как соответствовать должна была маминам ожидания. Вот, и я себя все время чувствовала, а мама иногда даже говорила эту фразу, очень мило говорила, но я себя так и ощущала, куском говна. Куском говна, который у мамы отбирает последняя, вот, которому, ради которого она покупает что-то, а я говно неблагодарная. Ну, простите, ну, так вот, цитирую. Это даже не звучало обидно, это звучало как констатация факта, вот как-то так. Это была такая миленькая фраза, я только что ее вспомнила. Так вот, самое дурацкое, что вы можете делать, это делать какому-то человеку хорошо, включая самого себя, и при этом постоянно подчеркивать. Например, вы решили поехать отдыхать, вы взвесили все за и против, и понимаете, что это очень сложно, поездка вам дается, но вы чувствуете перед своим ребенком, или перед своей семьей, может быть, вы мужчина, может быть, вы женщина, вы чувствуете, ну, такое чувство долга, мы давно не отдыхали, или мы никогда не выезжали отдыхать, и мы едем. И вот вместо того, чтобы радоваться, вы все время причитаете, господи, мы же все деньги сейчас отдадим на отдых, а же мы потом приедем, нам нечего будет есть, а мы за квартиру не заплатили, а лучше бы то, и вот вы туда едете, и там вы всем недовольны, вместо того, чтобы отдыхать, потому что вы же столько денег отдали, а тут не оправдали ваши ожидания. И вот вы, получается, деньги как бы собрали, отдали, но удовольствия никакого не получаете, вы все время в негативе. Поставьте, пожалуйста, плюсики, кто сейчас может вспомнить в своей жизни такие ситуации. Вы пришли в хороший ресторан, отдали деньги, но вместо того, чтобы наслаждаться, вы все время находите какие-то огрехи. Купили какую-то вещь, возможно, которую вы сильно хотели, и то же самое, вместо того, чтобы наслаждаться, или пришли на обучение, не знаю, и вы вот себе думаете, что для вас это такие большие деньги, тут все должны целовать вас в попу, и вы опять разочарованы. Это такой поиск, вот, спасибо вам за честность, это такой поиск разочарования называется. У меня была такая же вообще история много лет, поэтому я вас прекрасно понимаю. И вот в этот момент стоит себе задать этот вопрос, что я делаю, почему я так себя веду, это привычка. Это привычка, которая у нас так в голове, нам ее плотно засунули, мы не умеем ничем наслаждаться, не умеем. Мы платим, но мы должны найти недовольство, должны найти причину того, что мы все-таки несчастны, и потом сказать себе, зачем я вообще сделал, опять подчеркнуть, как тяжело достаются деньги, всех вокруг, простите, обкакать, да, то есть сказать о том, что все, значит, все плохо, все гады, все сволочи, они так плохо работают, и что в итоге? И что в итоге? Да, вы не просто не зря попали сейчас на мой эфир, я вам хочу сказать, что вот ко мне вообще никто просто так не попадает. Вот не буду вам пророком, но вы все это узнаете, я никогда ни на чьем пути не встречаюсь просто так, я уже с этим смирилась, я это знаю, поэтому легко отпускаю людей из своей жизни, потому что знаю, что выполняю в жизни каждого человека, с которым я соприкасаюсь, какую-то определенную роль. Эта привычка выдается так, что отучить себя сложно, значит, я вам открою еще один секрет, мы все созданы из привычек, человек это набор привычек, любой человек это набор привычек, и все было бы неплохо, но эти привычки являются нашими жизненными программами. Исходя из этого, вот из того набора привычек, которые у нас есть, мы поэтому, именно поэтому проживаем ту жизнь, которую мы проживаем. И если мы вовремя не понимаем, что мы этими привычками можем управлять, и что некоторые привычки, 95% нам иметь невыгодно, потому что мы их позаимствовали у кого-то, переняли, так сказать, чьи-то чужие модели неосознанно, не думая, почему, просто так все делают, старшие надо слушать старших, слушать, что тебе говорят, нам же, помните, как нас воспитывают, слушать, что тебе говорят, слушать, что говорят тебе старшие, вот мы как бы и все. Представляете, на секундочку, перемотка, давайте на 30 лет, вот мне 38, хотя мне кажется, что мне лет 20, но давайте вернемся с вами на 30 лет назад. Нету интернета, нету телефона, мир вообще другой, вот мир вообще другой. Вот если вернуться на 30 лет назад, можно сказать, что мы живем даже в таком фантастическом мире, который никто и описать не мог. Вы понимаете это? Кто мог подумать, что мы будем общаться с вами с разных точек земного шара, все, что у каждого человека будет свой канал, масс-медиа, каждый человек сможет связаться с любым человеком и написать напрямую Ксении Собчаку или Владимиру Путину или кому-нибудь еще. Кто мог об этом вообще думать? Кто мог это представить? Что мы сможем работать, не выходя из дома все? Что нас смогут всех закрыть по домам и закрыть все магазины? Вообще, кто мог это себе представить? Мы живем в фантастической реальности, абсолютно. Можете себе представить, и все это случилось за промежуток нашей жизни, а я еще по-прежнему молодая, а это случилось еще даже не до моего рождения, а уже сильно после моего рождения. А у многих из вас так вообще. Так вот, важно понимать, что это абсолютно фантастическая реальность, и мы с вами ей замечательно управляем. Давайте вернемся теперь, а то я буду прыгать с темы на тему долго. Так вот, Вселенная слышит нас по звукам, вернее, не по звукам, а по нашим энергетическим вибрациям. Если посмотреть нам с вами на нашу реальность не с той точки зрения, с которой мы привыкли на нее смотреть, а мы знаем, что наша реальность – это что? Это физический мир, в котором мы все можем потрогать. Все является отдельно друг от друга. Стакан – это не я, стул – это не я, кресло – это не я, и камера – это не я. Но есть вторая реальность, это не так называемая, это квантовая реальность. Квантовая реальность – это абсолютно доказанная уже история, вы можете поизучать физику, квантовую физику. Так вот, согласно квантовой реальности, все в мире является энергией. И вы, и я, и стул. И мы все взаимосвязаны между собой. И для того, чтобы наша жизнь каким-то образом там шевелилась, мы притягиваем к себе по законам энергии, мы притягиваем то, что излучаем. И излучаем, еще раз повторюсь, мы не слова. За словами у нас всегда стоит эмоция. У нас может стоять котик, а может стоять котик. И мы чувствуем с вами разные абсолютно состояния и эмоции. И я вам уже сказала, что исходя из того, что мы с вами ощущаем, то мы в жизни притягиваем. Теперь давайте вернемся все-таки к деньгам. Я сказала о том, что у нас есть с вами два канала взаимодействия с миром. Точнее так, с материальным миром. Первое, мы можем с вами зарабатывать и создавать свою успешную жизнь, так называемую, в материальном мире, путем сложной и трудной работы. Но почему мы давим одновременно на тормоз и на газ? Потому что, с одной стороны, мы с вами усиленно тяжело работаем, придумываем многоходовочки. С другой стороны, мы с вами постоянно ноем, жалуемся, плачем, рассказываем, как тяжело в жизни жить, как нам тяжело все это достается, требуем от других людей поддержку, то есть негативим. И мы с вами от себя отталкиваемся. Мы с вами начинаем плыть против течения. Понимаете, что происходит? А есть второй вариант, когда мы с вами можем плыть не просто по течению, но еще и с моторчиком. Это происходит тогда, когда мы с вами сопоставляем наши мысли, нашу энергию с нашими действиями. Потому что есть категория людей, которые говорят мне, Оль, ну ты так говоришь, что вот то, что ты думаешь, то, что ты излучаешь, что ты в свою жизнь и притягиваешь. Но я так позитивненько думаю, я так все время хорошо себя настраиваю, говорю, а делаешь ты что? А что делать, еще что-то надо? Это позиция лентяя. Дайте мне таблетку от жадности и побольше. Я хочу, чтобы вы осознали такой интересный момент про жизнь. Мы с вами, давайте, у нас сегодня такая философская тема, ну простите. Значит, мы с вами пришли в этот мир. Как вы думаете, для чего? Для того, чтобы купить Ламборгини, дом за 300 миллионов, стать суперизвестной звездой, получить 3 ляма или миллиарда подписчиков в Инстаграм. В чем счастье? Но все догадываются, что мы с вами приходим и уходим. У нас с вами есть некий путь из точки А в точку Б. Даже если мы предположим, что он у нас 100 лет. Ну давайте. Не хотелось бы мне, наверное, быть такой несчастный 100 лет, но я имею в виду прожить очень долго как-то, мне кажется, но не важно. Вот вы живете 100 лет. Все понимают, что вы все равно умрете. Все понимают, что когда-то это произойдет. Вы все равно умрете. И все подписчики в Инстаграме и миллиарды не будут иметь значения. Соответственно, мы с вами, скорее всего, проходим некий путь. Зачем люди проходят в жизни этот путь? Зачем мы рождаемся? Скорее всего, для того, чтобы наша душа, наше что-то внутреннее произвело некую трансформацию. Можете ли вы сказать, что вы в жизни меняетесь и, я надеюсь, что те люди, которые смотрят эфир, становитесь лучше? Что проживая в жизни ряд определенных ситуаций и событий, вы становитесь более, ну, давайте назовем это осознанным, не знаю, добрым, другим, чувственным, сопереживающим, каким-то. Что жизнь вас трансформирует и придает нам некие определенные ценности. Ценности – это не то, с чем мы рождаемся, а то, что мы приобретаем. Я сейчас не про бриллианты, да? Понимаем это, что мы понимаем ценность таким понятием, как любовь, дружба, поддержка, выручка. У нас появляется что-то со временем нашего жизненного опыта, что становится для нас важным, да? Мы со временем помещаем это в отдельный багажик. Например, мы приходим там с кем-то работать, устраиваться на работу или партнериться, и мы говорим, я так делать не буду, потому что у нас с вами есть разные ценности. Слово «ломает» я бы вам не хотела сказать, что жизнь вас ломает и дает осознание. Жизнь помогает вам находить смыслы, дает вам возможность трансформации. Это не ломка, это наоборот. Это наоборот ваше строение, потому что мы приходим с вами в жизнь, скорее, похожий на набор классного лего, упакованного в коробку, но разобранного. А в течение жизни у нас есть возможность себя построить, сделать из себя классные, абсолютные, какие-то готовые наборчики. И у каждого из нас есть фантастическая возможность сделать что-то свое, несмотря на то, что наборчики могут быть в чем-то похожи. Какой-то базис точно будет. Так вот, мы с вами получаем некий определенный опыт, некий набор определенных ценностей. И мы начинаем себя создавать. И вот наша ключевая ценность, это мое мнение субъективное в жизни, это как раз и есть построение самого себя. А вот эти все машины, деньги, путешествия, это фишки для нас, как награды. Знаете, как награды для человека. Мы живем в материальном мире, и нам себя нужно чем-то награждать. Поэтому в процессе достижения каких-то материальных целей мы с вами становимся более целостными, мы с вами становимся другими. Мы начинаем что-то ценить, что-то любить, что-то для чего-то служить, находить свое предназначение. У нас появилось, заметьте, в последние лет 10 активно появилась потребность у огромного количества людей не просто ходить на работу, а найти то дело, в котором ты можешь приносить реальную пользу и получать от этого удовольствие. Человек осознал, что жизнь это не просто зарабатывать и есть, да, как раньше было, чтобы платить за кварплату и есть. Жизнь это про что-то, что меня наполняет, про что-то, что дает мне какой-то мой внутренний ресурс. Закрывает какие-то мои внутренние потребности. Вот, в общем-то, про это. Ну, вы согласны? Нет? Мне приятно, что вы хотя бы не уходите в сесфера. Поэтому я хочу вам сказать очень важную вещь, что классно, когда мы с вами об этом помним. Потому что в этом случае мы из какой-то банальной беготни за деньгами, да, типа покушать, а мы все бегаем за деньгами. Вот есть такие люди, которые говорят о том, что, типа, ой, богатые люди, рабы денег, им ничего кроме денег не нужно. Я вам скажу так. Рабы денег все условно. И богатые, и бедные. Только бедные, реальные рабы, потому что они работают для того, чтобы просто поесть и эти деньги раздать. А богатые еще из этих денег что-то создают. Это люди, которые хотят что-то после себя оставить, которые хотят что-то построить, которые хотят что-то открыть новое, которые хотят каким-то образом еще повлиять на саму вселенную, на саму вселенную. Потому что, когда мы строим дома, или когда Илон Маск там решает отправить людей там в космос, да, когда рождаются вот такие грандиозные, крутые идеи, это же история, ну, далеко не про богатство. Вот. Только бедный человек может думать, что Илон Маск это делает для того, чтобы заработать больше денег. Нет, ну, совершенно нет. У него столько денег, он во все это потратил, что он мог, в принципе, никогда не работать. И все его дети, которые могли бы родиться миллиард, тоже могли бы не работать. Но история совершенно не про это. Так вот, давайте вернемся. Как видите, кратко снимаем сестра. Я с вам сказала, что у нас есть один путь достижения наших целей. Это тогда, когда мы с вами тяжело работаем, ноем, и как будто бы плывем против течения, да. То есть это как Алиса в Стране Чудес, что для того, чтобы оставаться на месте, нужно бежать, да. Для того, чтобы двигаться, нужно бежать еще быстрее. Вот из этой же оперы. Так вот, есть второй момент, когда мы с вами не просто совершаем действия, а мы вместе с этими действиями, мы изначально программируем свой путь. И таким образом разворачиваем свою лодку и плывем не просто по течению, но и включаем моторчики. Это делается благодаря тому, когда наши цели и желания совпадают с направлением наших мыслей. Когда мы понимаем немного, а может быть и много, как устроена наша Вселенная, и как мы с помощью своих мыслей, с помощью потрясающего пульта управления, которым является наш головной мозг, мы можем усиливать и достигать своих целей без препятствий гораздо быстрее и гораздо мощнее. И самое главное, не выгорая, не выгорая, а наполняясь. Вот я вам сказала о том, что у меня не было ни одного выходного, ни 31 декабря, ни первого. Это многие люди говорят, ну как так можно работать на износ? А фишка-то в том и заключается, что я не работаю на износ. Я не разделяю свою жизнь от своей деятельности, потому что моя жизнь это и есть моя деятельность. Потому что каждый человек пришел в этот мир для того, чтобы что-то создать, сделать. И когда ты так живешь, тебе не нужно от этого выходного. Ты можешь свою деятельность распределять, да? Сегодня ты спишь, ну условно говоря, а завтра ты больше чего-то делаешь. Но тебе, ты не делишь это, что вот тебе нужны жесткие какие-то тайминги, календари. Нет, ты этим живешь, ты не говоришь своему мозгу, перестань думать о том, как сделать интереснее или лучше. Перестань взаимодействовать с людьми, которые тебя любят, которые у тебя что-то покупают, или которые тебе что-то предлагают. Это и есть твоя жизнь. Мне кажется, что вот эти вот времена, когда жизнь делилась на сегодня суббота и сегодня встреча с друзьями, или можно бухать, потому что сегодня пятница, а в воскресенье нельзя, потому что в понедельник на работу, это какая-то жесткая такая неинтересная жизнь. И нет ничего хуже, как по мне, чем постоянно ждать либо отпуска, либо выходных. Если в вашей жизни это происходит, вы должны осознать, что пришло то время, когда это необходимо изменить. Жизнь – это удовольствие, это путь трансформации, в течение которого вы познаете себя, открываете себя, учитесь управлять своей реальностью, наблюдаете за этим, и каким-то образом вместе со Вселенной развиваетесь и идете вперед. Это не отдельные танцы. Вы – это вы, жизнь – это жизнь, и все сражение, и все боли, и все плохо. Единственное, когда можно вот этой информацией воспользоваться и увидеть, что жизнь – это боль и плохо, это только тогда, когда для того точнее, чтобы понять, что вы делаете что-то в корне не так. Это как, знаете, игра, правила которой вы не прочитали, и вы сидите и думаете, что в коробку зря положили вот эти все фишки, просто случайно их положили. Вот, это все не нужно, потому что играть нужно как-то по-другому. Нужно просто ознакомиться с правилами игры. И правила игры очень простые. Мы пришли с вами в эту жизнь, у нас с вами есть мозг, с помощью которого мы можем формировать и создавать свои цели. У нас есть интуиция, с помощью которой мы можем, с помощью ощущений, чувствовать, то или не то мы делаем. У нас с вами есть коробочка внутри нас с набором наших талантов. Каждому из нас что-то дается и что-то нравится. Есть что-то, от чего мы балдеем и можем заниматься этим очень долго, а есть что-то, от чего нас трешачат. И часто люди идут в зону трешачества. В школе что говорят? Она не сильна в математике, нужно заниматься репетитором с математикой. Нет. Наоборот. Все сильные скиллы, которые у нас есть, это и есть тот набор талантов, с которыми мы пришли. И если вы офигенно рисуете, вы классно графически соображаете и вас тянет в эту тему, вам не нужно идти и становиться юристом, потому что это престижно, или так сказала ваша мама. Нет. Вы можете и будете по-настоящему счастливы, богаты, как материально, так и духовно, так и внутренне, в том случае, когда вы реализуете свой потенциал. Кошечка не может стать счастливой, если мы будем делать из нее собачку и доказывать, что как кошечка она и так состоялась, а как собачка ей нужно развивать гавканье и бегать, писать под кустик, поднимая лапку. Ну, если мы так будем делать, то нам скажут, что мы дебилы, вот, и заберут у нас кошечку и собачку, тире, да, непонятно, кто это будет. Но в жизни мы почему-то ведем себя именно таким образом. Когда наш ребенок начинает чем-то заниматься, и у него появляются какие-то таланты, мы обязательно говорим ему, что мы старше, что мы точно знаем, что нужно делать, что он все делает не так, что ему нужно срочно заняться другим делом, и, в общем-то, нашего ребенка очень удачно ломаем. А потом сидим и удивляемся, почему, сами со своей поломанной жизнью, почему у нашего ребенка что-то не так, или почему он с нами больше никогда не хочет общаться. А ведь заметьте, я уверена, что среди вас такие люди есть, чьи родители акцентировали внимание на том, чем вы должны заниматься. Вы это сделали, закончили этот вуз, но ни дня не работали по профессии и вернулись в итоге в то дело, которым вы горели. Я знаю таких людей просто миллионы. Причем все они закончили юридические факультеты, международных отношений и прочие штуки. Я не говорю, что там учиться не надо. Я говорю только о том, что интуицию нам дали не просто так. Если ваш внутренний голос начинает кидать вас в дрожь, включать вам в понос, болеете вы, вас трусит, и, короче говоря, у вас есть множество разных абсолютно реакций на то, что вам не нужно, не надо себя пересиливать и говорить о том, что вы сильны, и вы справитесь, и вы все равно этого добьетесь. Ваш внутренний голос – это ваш голос от матушки Вселенной, которая не может к вам прийти и сказать вам с земли спуститься, и сказать своим голосом, что вы сдохнете от страха, и подумаете, что шизофрения у вас началась. Поэтому она с вами общается интуитивно, она вам интуитивно подсказывает, что у вас получается, что нет, от чего у вас коленки дрожат, от кайфа, а от чего нет. А вы же такие сильные, умные, со всем справляетесь, это же не серьезные все профессии какие-то, это все не серьезное, а вот это вот серьезное. И многие так серьезно получают 5-6 высших образований, и потом серьезно работают секретарями. Вот, очень серьезно. Поэтому очень важно научиться себя слушать. Как вы уже понимаете, важно научиться себя слушать и управлять собой не только для того, чтобы со своей жизнью ничего не натворить, а чтобы еще своим деткам не помочь, своим близким не помочь. Вы же умный, опытный человек, сидите дома, все знаете. Вот, и всем обязательно расскажете, как жить правильно. И вот вы себе жизнь исхерачили, и еще всем вокруг, остальным. Зато вы взрослый, умный, опытный и прожили долго. Вот. Поэтому у нас есть с вами вот эта наша внутренняя история. Давайте вернемся снова попробуем. Иногда мы будем с вами, вот, пожалуйста, иногда мы с вами будем возвращаться к теме эфира, о которой уже все забыли, но, как вы видите, все, что я говорю, все крайне полезно. Вот. Поэтому я буду все-таки пытаться вернуться. Что я вам хочу сказать, что первое, для того, чтобы вы сейчас начали активироваться, вот, вы должны очень четко для себя осознать, что это ваша жизнь. У вас есть самая главная мотивация – прожить ее. Вы ее можете прожить средненько, можете прожить ее хреновенько, а можете прожить ее феерически. Первое, что вы должны понять, что нету правильных и неправильных попыток, правильных и неправильных ходов. Нету такой книжки, в которой будет написано, что это было правильно, а что нет. Но однозначно, есть такой момент, когда спустя какое-то количество лет вы будете вспоминать о том, сделали вы или нет, пробовали вы или нет, и точно будете жалеть, если вы не попробовали. Вот. Не страшно ошибаться, вообще не страшно. Не страшно, что не получится. Вот страшно не сделать. Потому что это единственное, чего вы не сможете исправить. Потому что, когда у вас не получится, вы поймете, как делать не надо, и к вам обязательно придет какая-то другая идея. Помните, когда мы пытаемся, не знаю, яйцо засунуть в бутылку, вот, или там пробуем одним способом, у нас мозг начинает изощряться, к нам начинают приходить решения. Но когда мы никак не пытаемся это сделать, решения тоже никакие не приходят. Поэтому первое, что вы должны осознать, вы все равно умрете, пусть вам будет легче, ваша жизнь все равно когда-то закончится, в любом случае. И будет классно, если вы дадите себе максимальное количество попыток сделать ее яркой и феерической. Это вот первое. По крайней мере, это будет весело и интересно, потому что вы можете прожить мутную, скучную жизнь, бедную жизнь, постоянно цепляясь за что-то, а можете попробовать психануть и сделать что-то реально крутое. И получить шанс прославиться. Я вам хочу сказать, что все великие люди становились великими людьми, потому что они просто были экспериментаторы и есть экспериментаторы. У кого-то была цель стать великим человеком, у кого-то это получилось совершенно случайно. Но ни один из великих людей не сидел просто так и не стал великим, потому что боялся. Вот точно вам могу сказать. Потому что сильно переживал. Он стал великим, потому что он что-то делал. Ему было что-то интересное. Поэтому первое, крайне важно найти то, в чем вам будет интересно. Вот осознайте и найдите. Как найти? Еще раз говорю, нам всем, вот всем, в том наборе, в котором мы с вами родились, ножки, ручки, попа, пися, головной мозг, у всех тоже есть, кстати, если вы не в курсе, он у вас тоже есть, даже если вы об этом не знаете, нам там положили набор фишечек. Мы в такой базовой комплектации шли с набором фишечек. В набор фишечек вы проглотили, но вы его можете чувствовать. Как? Например, вы начинаете что-то рассказывать, и вам страшно это нравится. Вы понимаете, что вы обожаете, когда вас слушают другие люди. Это ваша фишечка. Это значит, что вам нравится, когда вас слушают, у вас что-то с этим есть. Или наоборот, вы терпеть не можете ничего публичного. Вас это вызывает ужас и шок. Значит, это не ваша фишечка. Вы начинаете что-то писать, и не можете остановиться. И пишете очень классно. Я писала в детстве сочинения по 18 страниц с 5 класса. У меня сохранились тетради, дети пишут на полторы страницы, а я 18. Не могу остановиться. Вот вы должны понимать, что все ваши таланты, это не просто так. Это ваши фишечки. И если вы начнете думать о том, какой домик из этих фишечек вы можете построить, то вы обязательно найдете, вот вы обязательно найдете, что из этих фишечек сделать. Поэтому слушайте, у вас есть интуиция. Пятое чувство, десятая жопа, внутренний голос. Как хотите, так и назовите. Это не имеет вообще никакого значения. Вы это чувствуете. Вы это чувствуете. Вот как вы чувствуете, что вы хотите есть? Вы же чувствуете, когда вы хотите есть, и когда вы не хотите есть, когда вы хотите пить. Точно так же с вашими ебсель-талантами. Понимаете? Вот вы знаете, что у вас это получается. Вас хлебом не корми, дай вам это поделать. Вы туда бежите, это делать тогда, когда вот вам хочется спрятаться от всего мира. Вы думаете, блин. Знаете, как я начала вести ютуб-канал? Сейчас расскажу вам. В общем, я сильно стрессировала на работе с клиентами. Я занималась организацией свадеб. Я сильно стрессировала и понимала, что я вообще не могу общаться с людьми. Потому что все какие-то люди очень странные. Вообще просто мне их хотелось задушить. Я садилась в машину, ставила телефон, купила себе такую, значит, держалку для телефона. Причем я была, наверное, одна из первых вообще, кто это делал. Это было больше 10 лет назад. Вот, я ставила, короче, телефон и ездила. Ездила 2-3 часа по городу, выезжала из офиса и записывала размышления в телефоне на разные темы. Я могла записать до 10 видео при одном выезде. Это была моя психотерапия. Я разве когда-то думала, что это начнут слушать люди и потом, что на этом я буду зарабатывать деньги. Я такого вообще представить не могла себе. Для меня это вообще был шок, что люди это слушают, что людям это нравится, что меня потом начинают кто-то приглашает. Банки просят меня провести, значит, для них тренинги по вип-клиентам. Чего? Какие банки? Она говорит, а вы знаете, что никто лучше об этом не рассказывает. Вы же правду говорите. Посему вы никогда не спрячетесь от своих талантов. Вы должны это понимать. И то, что вы сейчас не знаете, как применить это и как на этом заработать, это только потому, что ваши любимые родители вам об этом рассказали. Они вам рассказали о том, что на этом денег не заработаешь. Ты заработаешь денег вообще на всем. Кто-то мог представить себе, что девочка, живущая в селе, или миллион таких девочек с коровами, которая, когда у нее появится телефон, начнет снимать свой влог, будет продавать рекламу потом по тысячу долларов за выход в сториз. Вы когда-нибудь вообще могли думать, что эта девочка это представляла? Матусия ее представляла, что она за сториз будет зарабатывать больше, чем весь колхоз, с которым они живут за год. Вы думаете, что были такие мысли у кого-то? Но это произошло. Мир перевернулся. И чем более вы будете самоидентичны, чем больше вы будете самовыражаться, чем больше вы будете, точнее, чем меньше вы будете думать о том, что все на свете уже есть, и вы такой бедный, несчастный, и вдруг о вас кто-то подумает, вот это ваш путь в никуда. Но когда вы начнете искать себя, когда вы начнете находить свое, когда вы перестанете бояться и скажете себе, да плевать, да плевать уже. Уже все, уже мужчины давно спят в открытую с мужчинами, они уже рожают детей, переходят в женский пол, уже все во вселенной, чего можно было бояться, случилось. Поэтому вселенная как-нибудь переживет, если я начну поиски себя и буду делать какие-то умелые или неумелые попытки. И мои родственники тоже переживут, я тоже вообще на все это наплюю. Уже все, уже весь этот первый шок, уже его прошли за вас. Уже все на всех показывали пальцами, все со всех посмеялись, уже все. Уже мир таков, что можно больше не смеяться друг с другом. Уже не знаешь, с кого смеяться, потому что когда-то смеялись с чувака, который в трусах бегал, снимался в клипах и в фильмах, а сегодня он президент нашей страны, уже все, уже смешнее. Страшно что-то придумать смешнее. После того, когда Зеленский стал президентом, уже все. Кстати, Трамп снимался в один дом. Я вот смотрела в этом году и увидела, что бывший уже президент Америки снимался в один дом. Уже, ребята, уже весь пиздец случился. Уже вы никого не напугаете. Самое время открывать двери и выпускать все свои таланты. И кайфовать от этого. И когда вы начнете кайфовать от этого, денежки начнут к вам приходить с удовольствием. Деньги – это, как, знаете, как парень или как барышня. Вот парень, да? Вот вы такая, давайте, вы девичек больше, и вот деньги – это парень. А вы такая, блин, у меня голова болит, блин, у меня все из-за тебя. Как думаете, он будет хотеть с вами встречаться? А тут вы такая, голова никогда не болит. Всегда тебе рада, всегда жду, всегда хочу. Парень ваш, вот такая же движуха с деньгами, а вы все время на них там страдаете, все время, короче, ничего не хотите, все время, вот все время, все время, все время. Зачем вы это делаете? Внимание, вопрос. И вот теперь важный момент. Помимо нашего настроя, у нас должны быть еще классные действия. И вот если вы научитесь это объединять и соединять, то будет вам счастье. Потому что помимо, еще раз, того, что мы должны свою голову правильно направлять, будет очень круто, если мы еще будем совершать нечто, что будет вести нас к нашим целям. И здесь у нас тоже сейчас есть миллион подсказочек. Единственное, чего нам глобально не хватает, ну, большинству людей, это правильного окружения. Вот вы тут ко мне сейчас подвязываетесь, подтягиваетесь и говорите, вау, классно. Почему вам нравится? Ну, потому что, наверное, там, где вы тусуетесь, об этом не говорят. Или говорит маленькое количество людей. А основное окружение веет совершенно другими мыслями. И, конечно же, нам, людям, гораздо проще развиваться, расти тогда, когда мы группируемся. Мы все время порваемся. Мы же не просто так себе находим партнеров. Нам группками не так страшно. Поэтому наше окружение, безусловно, всегда будет определять вектор нашего действия. Поэтому, в общем-то, одной из своих ключевых жизненных миссий я взяла ту, которая выглядит очень просто. Я хочу объединять вокруг себя людей, которые просыпаются, которые пробуждаются, которые понимают, что их жизнь зависит исключительно от их настроя и от их действий. И чем больше нас, таких людей, будет больше, чем больше мы будем просыпаться и держаться рядом, тем легче и быстрее мы будем достигать своих целей. Потому что, когда вокруг вас люди, которые вечно ноют, жалуются и постоянно рассказывают обо всех проблемах мира, и хаят все хорошее, называя это все бредом, конечно, развиваться очень и очень непросто. В моем окружении меня считают ебанько. Я вам скажу, вы действительно ебанько по одной простой причине. Потому что вы до сих пор находитесь в этом окружении. Пришло время менять окружение. И самое лучшее, конечно же, для этого группа людей, с которыми вы встречаетесь на тех мероприятиях, на которых нас объединяет одна идея. Я вам по секрету расскажу, что завтра, да, завтра у меня откроются продажи моего офигенного нового марафона. Ну, как нового? Он относительно новый. Он был когда-то старый, но сейчас он новый, который называется «30 денежных действий». В этот раз его суть вообще обалденная. Во-первых, он очень недорогой. День участия в марафоне стоит всего один доллар. Во-вторых, суть его очень простая. Объединить наш настрой с нашими действиями. Маракон для тех людей, у которых есть бизнесы, которые чем-то занимаются. Потому что мы там раскачиваем предпринимательские инструменты, с помощью которых мы очень быстро можем включить и активировать те способы, которые дадут нам возможность заработать больше денег и... Как так сказать это правильно? Ну, наверное, включить в себе вот этот денежный навигатор, денежную энергию. Не зря, когда мы говорим о том, что деньги к деньгам или какие-то другие вещи, все так и работает. Потому что стоит нам получить маленький успех, мы как на магнитике начинаем подключать к нему другие успехи. И иногда, когда у нас происходит какая-то проблема в сфере денег или в другой сфере, у нас теряется уверенность. И у нас начинается, включается эмоция, а возможно, это не мое, а возможно, у меня не получается, а возможно, что-то произошло. И мы с вами автоматически по цепочке начинаем подключать другие вибрации. Поэтому крайне важно уметь себя зажигать. Завтра у меня в Инстаграме появится информация про 30 денежных действий с описаниями и с возможностью купить. Если захотите, вот обязательно перейдете и почитаете. Мне бы очень хотелось, чтобы как можно большее количество людей подключалось, в общем-то, к тому, чем я занимаюсь, потому что на самом деле нет ничего в жизни более интересного, чем научиться управлять своей жизнью и стать хозяином этой жизни. Не на словах, а на деле. Потому что то, как работает Вселенная, это потрясающе. И то, что мы этого не знаем, то, что в школе, я люблю говорить, нас учат зачем-то параллелепипедам и синусом, косинусом, квадратом, гипотенузой, катетом, а не тому, как мы сами создаем свою жизнь с помощью своих мыслей, для меня загадка. Но я намерена это исправить, потому что для этого, в общем-то, я здесь с вами и собираюсь. Поэтому спасибо всем большое за то, что вы пробыли со мной на эфире. Будем называть это первым эфиром 2020. Боже, какой год, ребята? Первый сейчас год? Первый. Боже, я вообще первый или второй? Мамочки, господи, я вообще абсолютно неандерталец. Неандерталец. В общем, я вас попрошу об одном деле. Мне очень нужна мотивация для того, чтобы проводить эфиры регулярно, потому что я реально сейчас очень много всего делаю и записываю, и мне попросту не хватает сил. Поэтому я вас очень попрошу оставить комментарий после этого эфира, когда я его опубликую, если он вам понравился. И будет очень классно, если вы захотите с ним, с кем-то поделиться у себя в ленте, не в ленте, а в сторис Инстаграма. Для меня это будет, правда, большой мотивацией, чтобы не сливаться и проводить хотя бы два эфира в неделю и приносить вам пользу. Спасибо всем огромное. Я, когда опубликую эфир, буду вам за это очень-очень признательна. Надеюсь, вам было интересно. Если есть вопросы, пишите в директ. И до встречи в следующем эфире.